добрый день с вами дергачев inside вместе с нашими гостями мы пытаемся получить озарение открытие сегодня у нас гостях тимур тлеохан композитор тимур я когда вот своему другу он живет в вене вчера вечером написал что у меня будет интервью с тимуром тлеоханом для того чтобы объяснить кто ты что ты я сказал про шнитки да то есть такой скажем характерный характерное имя для того чтобы объяснить неизвестное через малоизвестное ориентир до ориентир а вот и он не рассказал такую ну понятно вене живет но хотят там не все явно люди которые живут вене любят классическую музыку он не рассказал такую историю он говорит я летом сижу на балконе в наушниках курю сигарку и выпиваю слушаю нитки а вот и игорь и так прям хорошо часа два ночи слушаю все нравится но много лет он слушает музыку а вот и говорит это вдруг жена горит а слушаю с айфона жена звонит на этот айфон и горит еще шизанулся там что ли что так громко он говорит так я в наушниках слушаем горит нет там такая ситуация что ты слушаешь с телефона звук идет очень громко а в наушниках это тебе просто там немножко приглушает короче говоря он там всех вот этих вот всех этих немцев немцев да он включил до приобщал приобщал да но понятно да это же практически преступление для тех стран когда ты ночью громко что-то включаешь то есть там даже спускать на заводов в абсолютно и быстро все там это самое он это значит все выключил но я вот представился такую ситуацию да что если кто-то в алма-атте например вдруг включит ночью через колонки тимура тлеухана да на балконе самали скажем как ты думаешь кто-то будет возмущаться и вызывать полицию или решит что это додикафония или решит что это просто что но и хорошо хорошая музыка играет найдутся эти и другие дело не в не вы меня автора сочинения конечно в каких-то помехах да все равно звук то помеха когда люди спят а как ты к шнитке относишься замечательно это один из моих кумиров на язык на мой язык композиторский в прямую повлияло всего несколько человек но то есть с точки зрения дидактики до развития языка это жуба это сельвестров и это альфред гаревич то есть непосредственно какие-то их подходы до оказались для меня очень близкими ведь ну композиция это еще и выбор языка выбор какой-то позиции какой-то какого-то инструмента с помощью которого и так далее а вот что такое же не канон то есть ты жена ты вот сделал одно и то же как бы да но когда ты работаешь с этим музыкантом он дает такую трактовку когда ты работаешь с этим а он дает такую вот для тебя насколько важно попасть близкое соотношение и чтобы это было так как ты это придумала не как интерпретирует музыкант в любой созидатель творец он все равно двигается в каком-то туннеле или в канале в рамках каких-то допущений и когда ты работаешь с каким-то музыкантом вот с которым ты входишь в резонанс и твои твое же собственное понимание твоего же материала начинают от этого прирастать усиливаться каким-то образом тогда это помогает тебе с большим удовольствием работаешь здесь все зависит еще и от класса класс музыканта определяется не только техническим совершенством но и возможностью наполнить это исполнение своим личным опытом который должен превосходить скорее всего твой какие-то любимые музыканты у меня безусловно есть как правило так уж получилось так часто сложилось что это музыкант высочайшего уровня высокого очень уровня и мне легко донести до них материал им легко раскрывать этот материал поскольку ну есть как а какое-то доверие в доверие к моему материалу у меня доверие к трактовкам очень редко бывает так что бывают какие-то даже вот буквально ноты там добавки они не меняют картина низк скорее касается каких-то штрихов или интерпретаций но не знаю на кибекова поставил в конце аккорд которого не было там в партитуре в 3 и я не возражаю а в остальном конечно это было четкое следование прямо буквально но когда солисты с большим опытом прослушивания проигрывания с хорошим знанием техники современной музыки что-то предлагают ну как минимум это рассматривается насколько это может быть хорошо или лучше это не влияет на это все равно что действительно как картину но на какую стену и лучше повесить принципе то есть у скажем у галеристов тоже есть к этому подход и в комбинации с какими картинами она будет ставиться более выигрышно и тогда смотри еще 20 лет назад тебя играли сестры бекова насколько я помню был королевский лондонский оркестр а потом вот за эти 20 лет были премьеры по миру да но при этом скажем так услышать тебя в алмате это история которая даже не в 20 лет а по моему реже случается то есть вот девятнадцатом году был концерт для альта с оркестром и ты приглашал солиста московского романа романа балашова один из моих любимых музыкантов ему много ну уже третье сочинение посвящается он просто первый исполнитель скажем так вдохновитель музыка действительно высокого класса как раз тот самый случай когда сошлось когда автор подходит музыканту и музыка находит автору этот тандем такой удачный счастливый пришли все твои друзья пришла вся алмата весь скажем так интеллигентный казахстан пришел на твой концерт филармонии да это было да и это вот случилось девятнадцатом году то есть следующий концерт в алмасе через 30 лет ждать или не ждать вообще знаешь достаточно сложно такие вещи загадывать и просчитывать поскольку но у меня нет такой способности превратиться в машину для написания потока какого-то бессознательного и так далее я точно знаю что я хочу написать но к сожалению или к счастью сейчас мое новое скажем так то дорогу показываешь следу она отнимает очень много времени и сил я не умею халтурить то есть мне приходится во все вникать а поскольку от этих вещей я был очень далек то мне пришлось буквально учиться заново там этой физики прочим каким-то моментом тима мы про дорогу твою обязательно поговорим еще а я бы все-таки хотел вернуться к концерту вот девятнадцатого года потому что на двадцатый год он так выпал хотя по моему для тебя особо ничего не изменилось ты как жил в изоляции задолго до того как это стало мейнстримом так весь двадцатый год видимо так то и продолжил не ограничен на самом деле в свободе передвижения поскольку я попал под разрешительный проезд поскольку там где живут и дачный участок а прописка у не городская и в общем как только это открылось дачный сезон и вышло распоряжение я ездил совершенно свободно первые дни конечно визжал в алмату где все сидели по домам это было но такой фильм фантастический да я легенды и все эти прочие постапокалиптика такая была когда ждать ты знаешь но это феноменальный конечно в моей практике момент когда допустим у меня готова партия сольная партия следующего концерта оркестровки нет потому что ну ты слышал как какую-то музыку и знаешь что это никогда не аккомпанемент это общая ткань всегда и если есть партия солиста то я не могу просто набросать клавир также а потом расписать голоса мне нужно строить уже основываясь на целой партии солиста это немало там 8 или 12 минут музыки которая а не имеет тонального плана и б как обычно драматургические всегда непредсказуемо плюс фортепиано не мой коронный как бы инструмент но упасть ниже какого-то уровня непозволительно даже если я сам не пианист то это должно быть фортепиано это должно быть интересно самим музыкантам то есть там приходилось впахивать на полную катушку если скажем струнные мне даются но легко и музыкальной школе учился на скрипке но фортепиано все-таки не мой инструмент но там получилось настолько удачная партия что мой друг и напарник сказал что-то лучше из того что написал жена сказал то же самое лучше из того что написал и я вот это лучше из того что написал и успешно поставил на полку поскольку я понял что мне придется этот концерт писать еще раз только туда добавить еще раз два три 4 1 2 3 12 плюс 5 17 голосов еще 17 голосов поскольку мой язык это комбинация и семитоновой системы и 12-тоновой системы то есть весь двадцатый век это век борьбы так называемой нововенской школы и классической гармонии до смешение этих стилей так далее так далее но они всегда были антагонистами да и однажды я слышал отголоски похожие у одного эстонского композитора забыла фамилию я тогда был в германии стипендиатом и беляевского фонда и вот в гостях у одного из кураторов ныне покойного андрея михайловича волконского но у меня знакомился всякой музыка которая мне не близко я сказал слушай а ты вот этого парня вот послушал музыку такой вот я услышал вот какие-то похожие вектора скажем то музыкального языка когда берется не тональная музыка тональная музыка их пытается срастить попытка была неплохая временами вот прям даже удачная но это было не то я тогда понимал я потом вспомнил французского философа жак-давида лист бумаги мы абстрактно можем разделить но у него все равно есть фасадная сторона и тыльная сторона и они создают единое целое но теоретически слить 7 тонов и 12 тонов было вот невозможно там как и не знаю как воду и жир до растительно-маслами то есть они всегда отталкиваются друг от друга и тогда я понял что дело не нужно обратиться к истокам зарождения почему возникла вся эта нововенская школа к фоне от чего это возникло потому что какие-то средства были исчерпаны на самом деле то есть весь винтовый круг и по листу мы это видим по его партитурам когда у тебя куча диезов куча бемолей в самом начале у да у знака у ключа а потом он просто их отменяет потому что мало и вы ты пытался сделать скребинга и вот эта эволюция они видели как как в классической физики которая исчерпала и родилась там кванта нужно было много вещей так и здесь то есть не хватало средств уже для того чтобы отражать этот меняющийся мир и там развитие сознания человека и так далее какие-то вещи искусно притягивались и я когда обратил внимание на вот тот раз тот момент разделения скажем вот эта точка бифуркация была я понял что дело вероятнее всего в том что нужно взять подход дыриды если мы говорим о музыкальной композиции как о создании действительно звуковысотных отношений в пространстве нужно не делать между ними разделение если тебе удобно в какой-то момент использовать тональный язык используя его но в тебе уже сидит опыт допустим там 12 тонов если в тебе удобнее выразить свою мысль 12 тонн тонами то в тебе при этом параллельно сидит опыт тональной системы и ты не то что их комбинируешь они для тебя вот как-то сращиваются становится единым целом и вот в том же самом концерте альтом да сейчас я называю но это что-то сродни вот квантовой электродинамики когда я беру один мотив минори до 3 ноты потом оркестр разворачивает из этого за 16 ударов вот просто кусок музыки то нами следующем такте они по 16 ударов да я могу из этого сделать 1617 не тональных голосов свести это в тональность потом развести это на 5 групп не тональных но внутри каждой группы смена аккордов идет по тональным законом звучит это все я понимаю сложно но когда ты не видишь разницы между этим то тогда ты находишь приемы такие которые эту разницу стирают и вот все кто был на концерте мне никто не задал вопрос там звучало непонятно или а вот там звучало понятно а там непонятно никто вообще не палится на этот счет если там скажем в ранний период жизни когда я практике вернее когда я писал моно квартеты и вот больше не тональная музыка во мне жила а то наверное так вот проходила где-то с краешка сознания совсем чуть-чуть и я не умел этого делать хорошо и не виду то здесь когда процесс скажем так стал управляемый врос я понимаю что это вот инструмент языка и значит нужно думать о вещах ну там на следующей ступени скажем так ведь никто же этот вопрос не задавал никто не задавал более того вот то что ты сейчас говоришь вот это метафора из дориды до насчет того что лист используется с двух сторон да то есть когда хочешь на этой стороне а хочешь на тыльной а вот а при этом у тебя через лист проступает этот другой текст и цены на другого до накладывается то есть это объясняет твои задумки и заморочки а я хочу сказать о своем впечатление да потому что тот редкий случай когда вообще кто-то слышал тимура тлеухана живьем да то есть вот это какому-то количеству людей в алматы удалось в девятнадцатом году вот у меня совершенно я не вдавался вот в эти сложные вещи но у меня вы было четкое чувство искупление знаешь то есть как будто ты сделал что-то такое что искупает вообще говоря всю нашу жизнь начиная с девяностых то есть меня очень сильно это пробило у меня было знаешь вот то самое чувство скажем ну я немножко даже поплакал греки называют катарсис да 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 вот где-то близко потому что было такое чувство что ты знаешь оправдал вот что ты оправдал вот эту вот нашу жизнь а вот это получилось нечаянно я специально не хотел но я надеюсь что ты не сидел и не думал а дай-ка я оправдаю жизнь там свою или там жизнь вадика дергачева да там или еще кого-то а вот то есть но вот наверное мы как-то и прикоснулись тогда к тональному или нетональному это уж как тебе там вот такова правда термоядина ситас это было очень сильно от этих двух систем эмоционально это было очень сильно а и самая знаешь какой самый большой у меня вопрос был вот вообще не касающийся музыки а вот то есть я когда мы вышли и мы пошли там потом с женой сайгулере сели кофе пить рядом там вот так друг на друга смотрели а вот ничего не говорили и у меня больше всего вот вопрос который меня что ты здесь делаешь что ты до сих пор здесь делаешь я не знаю почему но вот кроме этого вопроса у меня в голове ничего не было потому что у меня было такое чувство что это вот взять знаешь и микроскопом забивать гвозди вот то есть вот тимур от леохана который вот такую музыку пишет поместить в наше пространство и время и тут его заставлять еще что-то делать но вот что-то какую-то жизнь жить я понимаю я прости я понимаю что знаешь с точки зрения калчерл да то есть та среда которая бурлит воздействует и ну я видимо был и остаюсь достаточно самодостаточным извиняюсь неволь в эту автологию почти и ты всегда находится наедине грубо говоря со своей там головой душой кому как угодно сердцем да и инструментом и вот в этом колесе обстановка уже уходит на второй план я живу там где мне удобно но посмотри пожалуйста например на какой-нибудь там ляпциг 18 века это же была полная глухомань пример да или иного в каких только дырах по сути дела не жил бах или вивальди то есть но это был просто одну то есть центров как таковых практически не существовал это были маленькие вкрапления такие да это все было не так развита не социально не культурологически но рядом с ним с ними были оркестры которые играли до были здесь у меня полно музыкантов и полно музыкантов которые откликнутся в любой момент это не 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 пустыня но вопрос то как раз таки в их случае вопрос том что если они и понимали несоответствие уровне там признания и уровня материала которые они создают то от места это тоже не зависит в итоге в итоге но если цель стоит там слава и признания деньги гонорары то наверное нужно ехать в большие центры где-то сюда крутится а если у тебя твоя работа заключается в том чтобы ну либо вытащить из материи ровно те соотношения ровно те неравновесности закрепить чтобы их зафиксировать как-то не показать другим то география значения не имеет и мне впервые зовут последнее время в жизни комфортно там где я создал себе жизнь условия для проживания здесь та самая изоляция она создана не искусственно создана это следствие вот как у какого-то поиска тоже себя и своего места буквального географического физического места на земле это такой зоны комфорта которая позволяет мне скажем так реализовывать роскошь общаться с теми с кем я хочу одно из наибольших наивысших на привилегий здесь вы вынуждены общаться с ними с кем не хотите каждый день много раз и это отнимает у тебя достаточно много сил ты не можешь сосредоточиться сейчас мы зависим там от гаджетов еще в большей степени и все меньше начинаем принадлежать себе хорошо это для твоей работы или нет но решайте сами так что меня не совсем это я имею ввиду волну то есть дойдет мой материал до там миллиона человек там или так до 10000 человек нам или до 500 человек сейчас это вообще вторично поскольку на первое место я все-таки ставлю материал канал его распространение сейчас их но более чем достаточно более чем достаточно но я бы хотел закончить вот этот цикл этих небольших концертов все-таки это концерты хоть и короткие по времени юридическому а по фактическому времени ну ты был на концерте знаю что когда материал погружаешься секундомер отключается не понимаешь сколько времени там находишься я это сначала естественно по собственной шкуре думаю непонятно но 1 такого рода отклик я получил от своего педагога от газа хитом жубана когда я принес их записи первого своего серьезного считаю сочинения это квартета для четырех альтов отдал и записи ушел конечно я нервничал и курил и все такое при этом при этом насколько обожаемым для меня был педагогом без ахметовна настолько мне ну не очень было близко близок ее материал но нас и при этом опять много противоречия я именно у нее подчеркнул один из важнейших приемов да и мало того я оценивал вот ее новаторский вклад в мировую композицию как один из самых весомых то что она делала в музыке действительно вот такой вот комок противоречий и я оставил эту запись вышел значит покурить потом пришел она мне задал один вопрос а сколько это длится ну в той версии это длилось там больше сорока минут сейчас она короче я говорю там минут по моему 40 чем-то там 48 большой большой кусок времени да да мне показалось ну здесь ну хорошо иди на экзамен я сейчас я сейчас приду вот тогда я стал понимать что время в музыке полностью идеальный материал для альберта что время относительно это все таки все так вы зависит от точки зрения наблюдателя время то есть материя мало того что условно то есть мы даже стареем с разным темпом зависит от программы биологической то наследственно и так далее но поскольку мы опять же в клетке отношений где часы тикают у всех одинаково все настроились чтобы как-то взаимодействовать то и принято считать что время такой унифицированной категория но в музыке этой границы нет а газе жубановы начали говорить а у тебя получился только год с ней да насколько я понимаю два до 22 неполных до 2 неполных года и она ушла она ушла и тогда ушел я из консерватории мне задавали вопросы по этому поводу нового диплома и все такое у тебя программа inside называется значит нужно какие-то и вещи неизвестной широкой публике конечно у нас были разговоры безумно этот эт она на том самом экзамене где мне поставили двойку за этот квартета она пришла и сказал смотри это 5 я тогда психанул сказал узнать с таким разбросом это вот ни в какие ворота и она на уйду остаться не диплом делает композитора но тебе нужен опыт общения пребывания в этой среде это полезно вот такой был совет она дала их два мне таких которые мне до сих пор помогают пока тебя не сыграю ты ничего не написал это было ее постулат который я придерживаюсь до сих пор и он и определил какую-то мою активность или пассивность там во внешней среде то есть я написал это сыграли для это записал на этом моя социальная функция закончилась поэтому мне все равно самом деле и где жить особо и приносит доход или нет всегда было все равно где сыграли тут момент по большому счету не география влияет а именно состав музыкантов потому что голос игру до кто сыграл не громкость на фамилии скажем так качество музыкального материала вот виде рук исполнителей виде душном и так далее вот этот весь комплекс и вот этот весь супер инструмент он должен дать мне какую-то отдачу я должен понять что материал начинает ну скажем так обретать жизнь какого-то рода а где это будет там географически но не так важно логичнее всего это конечно какие-то музыкальные центры чаще это было в москве здесь вам отец все можно делать в каких-то европейских там городах география не низ не сама цель важнее вот чтобы получился скажем так не конфликта наоборот слияние термояди относится тобой ты вступил союз композиторов просто ну да ну и как ты сейчас с ним взаимодействуешь с этим союзом даже не совсем маленький союз насколько я понимаю сравнил сейчас сейчас у нас там что-то порядка в районе там 30 с плюсом человек даже около 40 ну я всегда пассивен был к этим делам я не хотел бы затрагивать вот эту историю прошедшего десятилетия никакого или даже двадцатилетия или тридцатилетия формально я там добыл и наверное для мам это было важно мне всегда было все равно то есть меня и до сих пор ведь не парит что у меня диплома нет так мне их там ну членство в союзе не членство в союзе раньше в это была совсем другая система это было все-таки как и с наукой к сожалению гонка за привилегиями что тоже меня всегда изумляло очень редко то есть это был такой масса лида да вот и собственно говоря все ну жить же можно было на эту ну можно было жить и грубо говоря там нефть добывая там любом строя тоже большие деньги то есть приезжаешь в москву покупаешь ресторан как заработать деньги не так сильно унижаясь есть всегда выбор часто есть хорошо по поводу современной казахстанской музыки вот то есть популярной музыки ну понятно что до того как появился феномен димаша то есть это была одна история после димаша другая ты вот кстати как димашу относишься с громадным обожанием это феноменальный инструмент то есть когда ты физически увидишь что грубо говоря из одного источника локального до происходит такие вот скачки диапазоны то это всегда вгоняет в ступор поскольку диапазон вдруг стал вторичным фактором и ты понимаешь вот что у этого инструмента весь инструментарий вокальный но как минимум в регистром вопросе но там еще и в каждом регистре куча красок достаточно умело он этим пользуется в лучших своих работах это безусловно так и вот именно вот это вот но не стыковка ментальная и вот то что и и ты не готов к такому да это всегда создает то самое сверх супер впечатление конечно же я к сожалению не был на живых концертах но все равно есть понимание того что у этого в уст они же будут да я когда он поймал не смог поехать что это действительно феномен действительно беспрецедентной но я надеюсь что он будет искать все-таки какие-то для себя еще моменты чисто творческие чтобы этот поиск у него не заканчивался я понимаю что он достаточно чисто любит для этого и это очень важно для музыкант а то что он музыкант с большой буквы то что он пашет многие конечно пашет должен знать свои сильные стороны и вот начинают ими пользоваться умелого пытается не повторяться это тоже видно в эволюции но он в такой среде где все-таки коммерческая привлекательность продукта под названием димаш там уже забывать что-то человек да она все-таки большое влияние имеет как он этому сопротивляется я не знаю ты кухни но попытки я вижу это очевидно что к музыкальному материалу он подходит ну не абы как не знаю насколько от него зависит тем не менее я так думал что всегда виден поиск если меня димаш ты 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 ждешь большего от него будущем я жду не большего я жду вот ровно столько сколько он может лишь бы он просто нашел эти новые грани вот собственно говоря все потому что потенциал этого инструмента я говорю он безграничен абсолютно абсолютно там можно строить но не знаю удивительные конечно совершенно сюрреалистический материал не знаю как повернется но я в любом случае горд за такой феномен не то что я бы к нему причастен но очень отдаленных скажем так и вот я очень хочу чтобы это продолжалось его история успеха чтобы она вдохновляет многих кроме меня есть конечно ярые недобожелатели кто-то спокойно относится наверно зависит еще темперамента или от понимания того то есть просто не понимать но можно петь высоко может низко описывает это все очень примитивно недоброжелатели а те кто видит то насколько природа сыграла так чтобы мы смогли собрать в одном теле такой диапазон раз самое главное же краски еще потому что первое же там большая работа которая вызвала массовый психоз вот это с с там как раз таки вот его стилевая разно жарова и палитра она убивает больше всего и как он пользуется этим инструментом с точки зрения драматургии он готовился понятное дело и команда очень сильная но это все было использовано на полную катушку как меняются краски это ну наверное это одна из самых лучших работ одна из самых лучших работ поиск все равно продолжается выстроить нами идеальную композицию ну наверное еще впереди все давай к тебе опять вот мы же уже с тобой взрослые люди да то есть и мы понимаем что в общем человек очень на самом деле недолговечное создание до субстанция и что человек вообще говорят недолго как правило живет то есть даже если брать там в качестве долгой жизни там какие-нибудь сто лет но что это такое то есть а вот у тебя нет ощущения что вот можно не успеть я говорю как раз про вот то о чем ты начал говорить пока мы там выходили покурить да то есть о концерте о концертах твоих вот а ты вообще говоря ответственность чувствуешь за то чтобы успеть сделать все что ты должен сделать или у тебя такого нет долженствования нет чувствую я во первых много кучи народов должен просто просто тем что меня вкладывалось это и жуба налога за ахметом те какие-то ее ожидания и как педагога и как коллега коллеги я ровно настолько же много должен там андрей михалычу волконском марковичу пекарском которые видели тот потенциал и или тот материал с которым они работали соприкасались там или слушали или исполняли насколько я должен далеко пойти в этом направлении по этой дороге конечно я чувствую что эти долги нужно закрывать это до известной степени и не позволяет мне отказаться скажем так от причастности к этой кости или к этому классу под виду людей которые иногда вот в композиции пробавляется есть что долго что будешь делать с ним я буду его закрывать а насчет успеть не успеть ну слушай это всегда как говорится игра вслепую тима ты достаточно поздно пришел в композицию весьма поздно да теперь ты к пятидесяти годам идешь изобретательство ну изобретатели все таки не совсем точное определение чем ты занимаешься скажи если очень просто то это импульс на генератор и он когда взаимодействует с традиционными генераторами то кпд того коэффициент полезного действия обычного генератора автомобильного положатся настолько что он перестает быть потребителем топлива в тех объемах которых он был а он потребитель топлива поскольку это ременно приводной со времен архимеда принцип он ремнем привязан к коленвалу и забирает с него силу а сила создается двигателем вот на этом коленвале и мы на это тратим топлива этот помогает настолько что вся система перестраивается очень значительно я недавно рассуждал почему же нам так скажем так особенно первые годы было достаточно тяжело потому что это произошло в максимально консервативно несмотря на все вот красивости журналов до автоньюсов и прочих этих автосалонов когда создаются буквально шедевры корпусные там еще какие-то там подвижки там матростроение и в удобстве эксплуатации автомобилей много очень там в развитии очень бурный нет конечно но все равно это среда консервативная весьма консервативно как и композиция даже со всеми новыми языками которые быстро костенеют и начинают борьбу с там с другими какими-то делами новое поколение композиторов для них допустим наверное ротограф на со своими и 12 семью тоннами и так далее такие вот даже они микро милизматики такие больше шумовики но мне не очень интересно поскольку больше похоже на конструктор все-таки они на ну неважно и то есть консервативности до среды то есть в автомобиле строение сделать что-то там но и так далее хотя речь шла собственно говоря об очень маленьком участке под капотом который просто под капотом оказался но речь идет все-таки об электрогенерации то есть мы на это грубо говоря тратим либо мускульную силу либо вот электронный импульс оказалось что так выгоднее то есть что произошло то есть нагрузка на двигатель на двигатель до на двигатель снижается снижается значительно а выхлоп вот по выхлопу сейчас идет достаточно серьезная работа началась в этом году но она началась не с неба упала это все-таки было несколько лет работы и к этому выводу нас буквально подтолкнули там специалисты они год если вы меняете это у вас там изменятся параметры но у нас не было ни денег не в ресурсов не каких-то там связи и так далее для того чтобы собственного устройства то есть были какие-то разовые замеры на выхлоп для нас выхлоп был не каким-то мы не во главе какой-то колонны экологических активистов нет мы технократ и которые должны были доказать собственную правоту а улучшение выхлопа или так скажем снижение вредных этих компонентов по всему фронту да по во всем спектре для нас было не более чем было одним из кирпичиков доказательства собственно правоты сейчас это становится не просто актуально важным конкретно для нашего города это давным-давно большой бизнес большая коммерция во всем мире но нам нужно провести замеры конкретно в нашем городе уж так скажем так наши хотелки сработали что наклейка мэрина ума ты будет идти все равно поперек что тогда город в котором не может возникать технологии подобного уровня возможно музыки такого уровня там или живописи такого уровня хотя это все прекрасно все здесь создается то есть это такая весьма чтолюбивая такой вызов самим себе мы оставим наклейку сделанному или созданного по выхлопу буквально завтра это начнется эта работа для того чтобы она приобрела какой-то объективный портрет все-таки приходится взаимодействовать с институциями с инстанциями которые обладают правом поставить на это зафиксировать это чтобы это были официальные данные так данных у нас то конечно очень много сейчас обязательно процедура уже для алматинцев когда мы замеряем выхлоп и основные показатели перед установкой сразу после нее его дальше не получается у нас у нас не получается чтобы человек приехал через полторы-две тысячи километров и показал это очень больших усилий для нас требует ну и говоря мы но сейчас мы хотим это собрать сейчас видимо все эти вектора в какую-то общую точку собрались когда желание есть технологии нет создавалась это ведь не ради экологии по сути дела на ради банального скажем так желание но экономить топлива а выяснилось что на все циклы когда немножко сдвигаются в двигатель внутреннего сгорания то получается такой результат это все вот с точки зрения архимедовой той же самой механики все объяснимо просто у нас времени на это нет как автомобиль только сразу же экстраполируется на целый дом безусловно знаешь вот не могу не спросить прямо перед но публичное же пространство фейсбук да то есть прямо перед новым годом у тебя какой-то такой эмоциональный вдруг крик там был что что-то мне все надоело шутбук здесь никому не нужен буду думать про то как уезжать из страны и даже буду что-то для этого делать это вот что у тебя такое вдруг был заправл обычные господи скажем так закидоны на от генеральной линии они не сильно отклоняются поскольку в итоге в итоге но технология вещь интернационально международно в итоге если работа скажем так принудит или сложатся такие условия что нужно будет находиться уже не здесь то я на это конечно легко пойду тебя достало тима а но ты знаешь когда людям объясняешь что экономить это нормально и выгодно и упираются именно вот просто на этой стадии то вот на первые сто раз это еще как-то терпимо а то в тысячный раз вот она тоже все таки копится до ребята но три копейки господи все проверяемое и мы рядом если бы это приехал откуда вы говорили ну конечно нас опять обманул но они там то есть вот эта доступность она часто идет на лаврит то есть у соседа трава зеленее и диппел поехали в америку добиваться успеха ну и так далее тогда смотри ты вообще такой конечно уникальный человек со всех сторон но мне вот интересно еще ты с одной стороны отшельник с другой стороны у тебя действительно много друзей причем ну вот для скажем так взрослых лет иметь много друзей причем друзей которые к тебе искренне по-доброму и хорошо относятся это ну вещь такая не не очень часто вот это ты с чем связываешь или это такой алма-атинский стиль что здесь вот как то вот мы все 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 дружим но я-то вот здесь долго не был но тем не менее опять вернулся и так вот в эту дружескую знаешь такую дружескую такую ванну теплую погружаюсь буду тебя как с этим откуда вообще столько друзей у тимура тлеуханов ну либо нужно вводить более точно подкатегории понятия дружбу до людей которые ко мне относятся тепло доброжелательно наверное немало я об этом просто не думал но знаешь буквально вчера на меня мои друзья действительно друзья с которыми я учился в суворовском училище добавили в свой чат меня там не было просто ну я со многими так на контакте конечно да ну и вот сейчас запомнился приезжай в гости ну то есть от камчатки до бреста как говорится в любое время в любое место стол или сидела и фронтовые там 200 грамм или сколько там то есть все были рады меня видеть слышать и так далее так далее всего и куда пропала тогда но возможно возможно я что-то наверное им даю возможно и от них что-то получаю но наверно сгадаем понимаешь что это ведь наверное не привилегия это наверное осознанный выбор общаться с теми по преимуществу с кем тебе интересно и комфортно но и наверно с годами учишься быть ну толерантно да нормально словно к мнением которые отклоняются твоего или рассматривать это но допустим как вызов чтобы свою лень преодолеть возможно ты ему ничего не докажешь оппоненту там до гипотетическому но сам-то ты точно останешься лучше если возьмешь прочитаешь еще одну книгу например или просто руками начнешь там так в печке где-то шумит посмотрю на задней стенке клапан капает потому что сорвало потому что у меня отключался свет теперь он даже если отключается у меня двойная там системы но ты едешь магазин берешь клапан обмотку все такое закручиваешь это все не капает давление системе руки берешь руками что-то делаешь преодолеваешь себя без всяких отмазов наверное в отношениях между людьми тоже важно не только когда комфортно но и когда конфликты потому что допустим с шуканом мы спорим намного чаще чем может показаться стороны нам это оба понимаем что каждый из нас растет и от этого только плюс мы готовы признать что мы там невежды вот от этого до этого я точно ничего не знаю вот но если ты мне поможешь это будет немножко быстрее но если и нет то я по крайней мере потом с тобой могу на хоть каком-то уровне близком к твоему начать разговаривать то есть три года назад а физики с ним вообще невозможно было разговаривать потому что он все-таки выпускник рфмша и хотя профильного математик но физик там всегда рядом у них было и как бы считается что она ближе к математике считается что она вообще точно выяснилось сейчас что не математика не физика но науки очень условно точные и все системы измерения единицы договорного понятное дело и тогда и так далее но там очень много было первоначальных допущений или гипотез которые только потом потом стали какими-то фактами какими-то устойчивыми явлениями которые можно посчитать использовать и человек помнит что мы можем использовать а что за этим стояло он забывает быстро там вопрос который звучит а что такое электрон грубо говоря кто его видел я слышу ну чаще чем что это все доказано и так далее тогда берешь по справишь чувак одна целая запятая шестьдесят две сотых умножить на 10-19 вот количество электронов называется кулоном а если он проходит за одну секунду через сечение это один ампер все посчитан и на это люди положили кучу жизней так что в отношениях и с друзьями ну может показаться что сферы наверное как бы разные да там это и как бы моё там суворовское братство там скажем музыкальный мир мне очень нравится мир там живописцев художников архитекторов но это те виды деятельности где которыми я могу искренне восхищаться знаю что это мне не подвластно и просто ты обожаешь какие-то творения уже феноменально когда из ничего из идеи обычной до вырастает целый мир ну книга например да но то ниже живут в нас в людях я имею ввиду из поколения в поколение там эти образы там они становятся более живыми чем живые люди там то есть для кого-то крестный отец там или там герои еще он сериала или герои кого-то романа они более живые в истории чем их современники но имен которых мы не знаю ты с философией начал вообще говоря и вот по по книгам которые философские книги ты на что опираешься к чему возвращаешься что-то читаешь скажем так всегда или часто для философию в последнее время к сожалению читаю не часто не часто я но пользуюсь какими-то там цитатами но с философия жить ежедневно занять занятия достаточно утомительно это хорошо для того чтобы скажем так но с научной точки зрения количество вот этих нейронных связей аксионов и как все устроено в общем-то чтобы она увеличилась там чтобы какой-то взрыв там дата какой-то там квантовый скачок это полезно потому что это такой труд ментальный но не знаю читать гусера невероятно тяжело допустим для меня или там какого-нибудь хайдинга какого-нибудь там не знаю шопенгауэра там или того же абрама моля достаточно легко то есть какой-то материал захотите то есть мне допустим совсем не близок алистотель и я фанатом платона но это как лицеплинг дипепл роллингстоунс и битлз там до на двух чашек лесов берут и разводят там пинк флойд или king crimson ну неважно всегда можно найти там антагониста якобы но аристотеля все равно приходится читать приходится читать и натыкаешься на вот эти ошибки на низу разницы которые есть его у теории там ну платона тоже куча слабости на затуков по язык и гениальное озарение то что вот это платоновская вдруг вся эта концепция маргинальная его но я считаю крае краеугольный камень вообще всей мировой драматургии потому что именно на этом парадоксе вдруг а ведь он взял это из сна когда в сне у тебя нет противоречия то есть ты смотришь сейчас допустим на собеседника поворачивайся а сзади море и у тебя нет логической нестыковки потому что это в одном пространстве его сознание то есть там художественные образы на ней не разделены какими-то километрами они разделены вот этими нейроноаксонными импульсом а платона нужно детям читать или нужно читать тем кто дойдет до платона самостоятельно но подсказывать и рекомендовать конечно нужно это всегда полезно как я сейчас детям объясняю да я знаю что вам не нравится и мне не нравилось но это навыки которые останутся с вами навсегда и сейчас то самое время когда эти навыки в вас войдут лучше всего плавание там бокс вегетара вот чем заниматься мои дети допустим помимо школ полезной науки полезны для мальчика тем более но и здесь тоже рекомендовать надо а уж придет к нему человек или нет ну не всем не знаю войной мир не читали я не читал целиком как стал герой фильма а музыку люди инструментально это не а классическую они могут научиться слушать взрослом возрасте до всегда можно научиться в любом возрасте практически чему угодно если физические кондиции позволяют если ты чего-то не понимаешь но чувствуешь что это может быть твои твои и какую-то пользу принести в развитии надо конечно через усилия проходить но если прям вот совсем отвергаешь ну значит попытки делать надо научиться слушать музыку для меня вообще это но если честно но ваша есть уж и просто просто слушаешь и все а вот аналитика музыки но это совсем другая работа ну ребят здесь как не знаю как сексе получаете удовольствие по максимуму вот и все секс тоже не всегда ведь действительно удовольствие приносит а превращается в потребности в каких-то случаях вот так то есть эта зависимость музыка и вообще способ взаимодействия с чем-то скажем так выходящим за рамки повседневности если такая зависимость начинается у человека музыка видишь в чём дело музыка настолько наполненной вообще ее строительный материал этой эмоции она поэтому доходчий то есть когда ты говоришь словами что-то может потеряться но никто никогда не говорит словами без эмоционально мы тогда эту информацию вообще не вас даже дважды 24 ты делаешь какие-то национальные акценты и это начинает человек воспринимать сейчас вот дистанционка проваливается и качество падает именно потому что нет эмоциональной составляющей а информация на 99 процентов из эмоций из музыка ровно также возможно до того как человек начал разговаривать это были все-таки звуки первоначально да хотя библия говорит а вначале был логос переводят как слово все-таки вначале был звук как сказал губай дулин из которого слово состоит но звук это всегда звуковысотная какая-то колебания среды и он наполнен эмоции с были крики какие-то да как у животных на спорная теория об эволюции а может и бесспорно сейчас это неважно но звуками мы контактировали до коммуникация была звуковая тактильная и звуковая донести информацию можно вложив него эмоции поэтому музыку слушать учиться но это значит у тебя никаких базовых инстинктов не наверное скажи пожалуйста у нас вот сейчас здесь много шума в городе когда ты в город приезжаешь вот ты звуков слышишь больше чем там когда ты живешь у себя долгарь но в разы больше там конечно тоже звуки звуки есть но наверное звук ну понятно что звуковые среды они и формируют по скажем так состояние там релакса и так далее так далее но если занят делом это все все равно на второй план уходит потому что ты можешь это в маленькой панельке в каком-то микре там и куча звуков от соседей но если ты чем-то занятую вовлечен дату это все по барабану по сути дела я знаю у меня под окном там ходят фазаны например звучит речка ну и кто-то может подумать если я занят делом я эти звуки не слышу визжая в город обычно тоже глава все равно и не отключишь да ну конечно даже не подъезжая в город я начинаю спуск в толгар и вот это пелена смога конечно она начинает подавлять уже она уже дает что я на нее в отличие от алматинцев смотрю хоть немножко хоть короткое время но со стороны я понимаю что и у меня там показателей не очень хорошие но у меня все-таки продуваемости там мало жилья вокруг и так далее и горы близко и я чувствую движение вот этих и облаков бризы все такое то есть совсем друга продувать здесь храмы там равнина и тогда начинаешь спускаться я понимаю о господи туда мои дети языка школу то далее уже то есть толкали ровно ну на мальчик получше мало мать и но смог когда видишь глазами со стороны это очень неприятно со звуками до ситуация такая отключился во что-то запрыгнул там я не знаю ну книжку например пишешь и конечно у тебя в голове какие-то картинки возникают но я вот начал пробовать книжку писать но в детстве как ты понимаешь но был определенный набор там разрешенных нет не разрешенных потому что тоже был же капитализм социализм наши не наши белые черные тогда как-то осталось это соседи наших и была вот такая книжка джин грин неприкасаемый по приключения авантилиста она у подростков и юнорства была на уровне там робинзона круза наш капитализм жевачка джинсы там все вот чем развалили советский союз там этого всего было навалом да но я вот подумал слушая приключенческой книжки по-настоящему там но вот их же мало том соль до викальберий финн там еще капитана блата обязательно одиссея приключения там целый цикл но по-настоящему приключенческой литературы для детей ну что тоже не очень-то и много уже писатели вдруг потом снова они или маститые такие да ну там ну не знаю там уровня котаев или кортик кто написал там тоже было интересно но такие вот какие-то ну можно рассказать что за такие всплески они наверное нужно нужно их больше я решил что ты решил писать я решил написать такую приключенческую книжку это значит должен быть квест разумеется там должно быть перемешаны все времена и должен быть выбрать выбран какой-то артефакт который всегда вот интересен в качестве такового я выбрал меч чингисхана фигура сверх известная там суперзначительно и так далее но про его меч нигде никто ничего не говорит а я вот придумал что все таки это было ваш важный элемент и вот чтобы из-за него отдельно еще не воевали его поручили каким-то людям привлечения вот меча этих хранителей меча там будет конечно это все в плетеного исторические события реальные но и будут параллельно идти это все вымышленные события да будут реальные герои и герой книг и это будет там во многих странах во многих временах вот такую книжку я бы хотел чтобы читали одно пацаны читали что вам интересно было муж они историю потом нормально начнут читать а не только это начинаю пробовать а поскольку у меня такого опыта мало я просто решил что наверно будет удобней я представляю какую-то картинку вот эпизода и начинаю просто ее описывать вот собственно говоря все я давал на пробу там алмазов добавил все такое он кстати уmberта и к возможно это один из принципов на писательской работы ты представляешь картинку просто начинаешь описывать потом убираешь ненужные слова подгоняешь композиционно чтобы это крепко сидела в воду сливаешь далее остается там костяк наполнены эмоциями в общем все примерно как и в остальных видах живописи в музыке сколько написал ой даже наверное одной десятой не написал есть план скажем так когда ты говоришь я вот буду понедельник среда пятница писать книжку вторник четверг суббота заниматься шутбоксом воскресенье вернусь композиции да нет к сожалению нет план но я знаешь я заметил что ну как некоторые сейчас модными словами коуч тренеров всяких говорят там мультизадачность или такие смешные слова на мультиварку похож как и хитами комбинаторика да вот когда я читаю параллельно несколько книг из разных областей они обе садятся лучше тестом допустим берешь книгу по химии берешь книгу по логике и начинаешь их параллельно читать или два учебника по физике разных совсем автора начинаешь параллельно читать садится лучше потому что тысяч нестыковки противоречия и так далее а когда две разные науки логики химии достаточно садится лучше то есть наверное сейчас такой период когда вот можно будет и все свои вот эти скажем так хобби начать связывать большими музыка и книжечку писать но я давал читать некоторым людям володь семежом играет так было 100 будет нет нифига это литература но он ко всему относится на порядок серьезней чем многие соратники по цеху мы ему можно гениальный поэт один из немногих очень стихия кусками помню наизусть бродского семежонова но пушкина а других так меньше книжку будешь написать буду буду данного наверно как эрих моей ремарк я вот эти бывали в фейсбуке иногда себе напоминалками чтобы потом просто не потерять не рыться атакусь я же в ленте же мало публикую так думал так это мне надо пригодится фотография клетки в больших подробностях точно пригодится а где это хранить а давай на фейсбуке ну не посмотрит не полагать зато я всегда найду я пишу параллельно сейчас действительно пишу потому что понимаю что со временем во первых детали стираются во вторых отношения меняются но историю нашего стартапа для того чтобы хоть какие-то там этапы просто отмечать когда мы делали это когда мы делали то когда что-то произошло что там повлияло какой-то поворот там полон произошел ну не знаю будем посмотреть хотелось бы раз в жизни чтобы алмата была каким-то эпицентром какой-то технологии это было бы клево ну мне кажется ты ответил на вопрос почему ты не уехал и почему ты не уезжаешь и дай бог чтобы ты все-таки выиграл эту маленькую войну за этот город на своем участке во всех смыслах чтобы ты выиграл как композитор чтобы ты выиграл как человек который один из двух за один из двух кто делает прибор который способствует косвенно как оказалось косвенно способствует уменьшению и значительному уменьшению выхлопа а вот и конце концов давай ты просто ты про книжку уже говорил три года назад и примерно то же самое сейчас говоришь ты тогда давай уже раз а сказал то и б говори уже тогда допиши книжку чтобы у тебя скажем так победы твои которые от тебя зависят они все были да то есть я тебя так чуть-чуть поймал ну это правильно тоже мне мне тоже нужны вот эти стимулы наш скажем все равно среди каких-то твоих занятий практически что-то всегда бывает в приоритете нужно наверно быть за социалистом в этом смысле то есть все вектора равные по значению и каждому нужно просто уделять время а поскольку я колоссальный лентяй я себя этим и оправдываю что вот я сейчас физику учу там или химию учу там и так далее она на то все отмазки ну да тима тебе никто не простит если ты концерты свои не допишешь то есть мы помрем а останется то только то что мы сделали а вот поэтому и все все что заявил надо доделать придется самому интересно даже посмотреть спасибо тебе спасибо тебе